Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Bonjour! C'est votre leçon avec Irina Bonne Maison. Если Вы находитесь вдали от любимого человека и хотите почувствовать, что он рядом с Вами, напишите ему несколько теплых слов, а заодно удивите и порадуйте его. Для этого мы предлагаем Вам новый видеоурок Романтическая эсэмэска Давайте заглянем на страничку грамматики и посмотрим, как можно написать просто о сложных вещах. Поскольку эсэмэска у нас романтическая, нам будут необходимы прилагательные. О некоторых мы уже говорили в предыдущих уроках. Давайте добавим в наш багаж еще несколько. «Петит» – это прилагательное очень часто употребляется в эмоциональной лексике, придавая ей уменьшительно-ласкательное значение. «Кокин», «калин» и уже знакомые нам «тендр», «ду». «Петит», «кокин», «калин», «тендр», «ду». Это форма мужского рода. Чтобы образовать женский род, прибавим к прилагательному букву «э». Таково основное правило. «Петит», «петит», «калин», «калин», «кокин», «кокин». При этом непроизносимый конечный звук «т» становится произносимым. «Петит», 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 а носовой – неносовым. «Калин», «калин», «кокин», «кокин». Но есть во французском языке прилагательные, которые имеют разные формы мужского и женского рода. «Ду», «дуса». Их нужно просто запомнить. И есть прилагательные, которые имеют одну форму для мужского и женского рода, как, например, «тендр». Как правило, они уже имеют в окончании непроизносимый звук «э». Самое простое и трогательное, что можно написать в смс-ке, это отправить поцелуй, «un bisou» или напоминание, что мысленно мы рядом, «une pensée». Слово «поцелуй» мужского рода. Значит, мы можем сделать следующее словосочетание с прилагателями мужского рода. «Un bisou doux» – сладкий поцелуй, «un bisou coquin» – озорной поцелуй, «un bisou tendre» – нежный поцелуй. Слово «une pensée» женского рода. Значит, мы присоединим к нему прилагательное женского рода. «Une pensée douce» – сладкие мысли, «une pensée coquine» – озорные мысли, «une pensée caline» – ласковые мысли, «une pensée tendre» – нежные мысли. Обратите внимание на то, что по общему правилу прилагательное во французском языке стоит после существительного. Но есть исключения. Прилагательное «petit» всегда ставится перед существительным. Это нужно запомнить. «Un petit bisou» – «une petite pensée». Таким образом, комбинируя словосочетания, вы сможете написать что-нибудь простое, но красивое. Например, «Une petite pensée tendre» – «une petite pensée tendre» – «pour toi, mon amour». «Une petite pensée tendre» – «une petite pensée tendre» – «une petite pensée tendre» – «pour t'accompagner» – «dans la journée». «Un petit bisou»! Конечно, в эмоциональной лексике есть еще много способов выражения нежных чувств. Я хотела бы вас познакомить еще с двумя. Это словосочетания «j'ai besoin», «j'ai envie». Эти две конструкции состоят из следующих частей. Глагола «иметь» в настоящем времени, «je» и существительных. Поскольку это устойчивые словосочетания, то артикли перед существителями не употребляются. «J'ai besoin», «j'ai envie». Чтобы продолжить фразу, необходимо добавить предлог «de». Такова конструкция. «J'ai besoin de te voir». Как раз эти словосочетания и понадобятся нам, чтобы разобрать слова песни, которые я предлагаю на музыкальной страничке. Знакомьтесь, актер, певец, бархатный голос 40-х-50-х годов Андрей Клаво, песни «Домино». «Домино», 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 Песня «Домино», «Домино», звучит в фильме «Изабель Мерго» «Вы так прекрасны». «Je vous trouve très beau». Давайте разберем слова из этого отрывка. «Домино», «Домино», «Le printemps chante en moi Dominique». Обратите внимание на связывание. «Le printemps chante en moi Dominique». «Le soleil s'est fait beau». Здесь глагол стоит в прошедшем времени. «С'est fait beau». «Le soleil s'est fait beau». «J'ai le coeur comme une boîte à musique». И опять связывание. «J'ai le coeur comme une boîte à musique». «J'ai besoin de toi». «De tes mains sur moi». «De ton corps d'où est chaud». Еще одно связывание. «De ton corps d'où est chaud». «J'ai envie d'être aimé Domino». В этой фразе используется пассивная форма «быть любимым» или «любимой». «Être aimé». «J'ai envie d'être aimé Domino». «Наш урок подошел к концу». Желаю вам весеннего вдохновения и тепла. Будьте мысленно всегда вместе, даже если вы далеко друг от друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!